В Десногорске весь февраль на дискуссионных площадках проходили общественные обсуждения формирования стратегии социально-экономического развития Десногорска. 28 февраля в администрации прошло завершающее собрание по обсуждению направления организации муниципального управления. Обсуждались две темы – участие местного населения в муниципальном самоуправлении и создание бренда города. Обе темы новые для жителей Десногорска. Как оказалось, далеко не всем десногорцам известна даже расшифровка аббревиатуры ТОС. Так сокращённо именуется форма территориально-общественного самоуправления. На эти вопросы в своём докладе ответил заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков. В своей презентации он определил основные направления деятельности ТОС, какие преимущества даёт его создание, как создать его и многое другое. Оказалось, что Десногорск – практически единственный муниципалитет на Смоленщине, где нет ни одного ТОСа. Вторым докладчиком была начальник отдела информационных технологий Наталья Барханоева. Тема, которую она представила общественности, «Ново для наших горожан». Она в своём докладе рассказала, что такое бренд города, для чего он нужен и как бренд должен работать и развивать его экономически. В своей презентации она наглядно и убедительно доказала, что приниматься за разработку бренда настало время, и население города должно активно принимать в этом участие. В программу работы на этой дискуссионной площадке была включена видеоконференция с администрацией города Урюпинск Волгоградской области. Коллеги имеют большой опыт в создании ТОСа в своём городе, а бренд, сделанный в Урюпинске, знаменит далеко за пределами области и России. Видеоконференция была организована, чтобы дисногорцы имели возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы по столь новым для них темам. Беседа получилась очень живая и плодотворная. Такая форма обмена опытом с большой аудиторией и в свободном общении в нашем городе проходила впервые, и сразу стала понятна её эффективность. Это говорит о том, что администрация информационно расширяет свои пространства для общения и ищет новые формы обратной связи как с населением нашего города, так и за его пределами.